Всем здарова народ, с вами Эдгар, вы на канале Маслят Эдгара, сегодня 3 августа, 21 год, пробежимся, посмотрим какие есть интересные новости, специально для вас подобрал, предварительно конечно же, пробежался, подготовился, но не зачитывал, просто по оглавлениям посмотрел, что есть сегодня интересного, что можно вам рассказать, чтобы вы не парились, не бегали по всяким разным сайтам и не искали, я для вас это делаю, мне самому это интересно, это развивает мой канал, в общем я сам развиваюсь, вы развиваетесь, круговорот, итак ребята, давайте начнем с того, что биток у нас сегодня стоит 38 тысяч, играет, был когда-то недавно 30, скаканул до 40, сейчас 38, в целом я могу сказать, что к зиме биткоин по-любому поднимется, но сейчас идет небольшая такая игра и вот именно в такие моменты многие люди теряют свои деньги, потому что не понимают, что происходит и нет выдержки, так вот сейчас просто игра перед тем, как биток рванет вверх, по этой теме мы прочитаем новости топовых аналитиков, которые говорят, что к зиме как раз таки все подлетит в космос, так предварительно покажу вам свой леджер кошелек, на сегодняшний день, что тут происходит, сейчас на леджере у меня 30 тысяч долларов подлетело, и я сюда потратил, уже чуть-чуть добавил на тысячу с копеечками, получается около 7 тысяч, фиксируем, я повторюсь, где-то чуть больше года, 4 июля у меня именно этот леджер кошелек сформирован для того, чтобы вам показывать, что происходит, я здесь сформировал портфель, тестирую, это у меня в долгосрок, у меня есть разные кошельки, есть холодные, горячие, в общем разные варианты использую, но именно этот показательный и для меня лично это тест, опыт, наработка, а также вам это показатель того, как все должно работать, да, как вообще все работает, ты закинул в долгосрок ничего не трогаешь, ничего не делаешь, к чему это все дело приводит, так вот, изначально я сюда потратил там что-то тысячу долларов, потом еще тысячу, ну и так добавлял, 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 короче сюда я лично из своего кармана около 7 тысяч долларов потратил и на сегодняшний день мой леджер кошелек, мой портфель составляет 30 тысяч долларов, отсюда я крипту не вывожу, не трогаю, не торгую, в общем ничего с ней не делаю, кроме того, что я на леджере последнее время появились такие возможности, как застейкать крипту, да, получать там проценты и можете посмотреть, да, с 7 поднялись до 30 тысяч максимально, еще раз говорю, я поднимался до 45, каждый раз это повторяю, но на тот момент, когда я поднимался 45, я там тратил всего пару тысяч долларов вот когда была коррекция, я еще добавил, коррекция, я еще закупил, еще раз коррекция, я еще закупил и вот на днях я еще докупал и вот крипта у нас пошла вверх так что когда у нас к зиме поднимется биток больше 60, да, и до 100 тысяч может долететь спокойно, то тут циферки соответственно поменяются, я вам эти цифры покажу но даже если мы зафиксируем этот год, буквально год и потраченные 7 тысяч, я в плюсе, сами понимаете, да, больше двадцатки, я в плюсе только если взять вот этот месяц, этот месяц я плюс 6 тысяч долларов, да, за месяц, неплохо, при этом, в принципе, я ничего такого не делаю трейдингом не занимаюсь, перегруз мозгов не делаю если бы еще это делал, то соответственно можно было больше денег сделать, но есть еще и шанс, когда ты трейдишь, то уйти в минуса у меня, если честно, просто на это времени нету, я больше человек, который в долгосрок, да, я инвестор в долгосрок и больше холдер, да, я закупил, держу и смотрю вдаль, когда мы полетим в космос и в принципе неплохо у меня это все дело получается так что фиксируем 30 на сегодняшний день, кошелек у меня в плюсе остальные кошельки сейчас показывать не буду, давайте посмотрим, какие есть новости итак, биток у нас 38, эфир 2,500, кардана 1,3, рипл 0,70 цифры у нас поднялись, полкодот 17, в общем, отлично капитализация у нас полтора триллиона долларов и монет прибавилось на сегодняшний день 11 149 единиц и бирж 391 единица все больше и больше появляется тут всяких разных разделов потому что монет больше, систем больше, экосистем больше и все это растет, 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 прям снежный ком вот, капитализация, такое ощущение, что замерло но это такое, знаете, это временное явление потом в один прекрасный момент все рванет, капитализация тоже рванет и все, и мы сделаем хорошие иксы но это требует выдержки нам нужно просто подождать вот, так что не очкуйте не нужно продавать крипту на эмоциях я в предыдущем ролике про это уже говорил многие люди просто теряют криптовалюту продают только потому что насмотрится непонятных новостей ищите интересные новости то, что дает понятие, что будет все хорошо итак, давайте посмотрим, что есть из этого всего дела цена биткоина опускается ниже 38 тысяч долларов и трейдеры-быки ожидают следующего более высокого минимума охота за установление твердой поддержки выше канала 30 долларов продолжается на фоне уверенности в том, что худшее из долгосрочных откатов уже позади короче говоря многие люди ждали, что биткоин опустится там чуть ли не до 15 тысяч 20 тысяч я, если честно, никогда про это, вот не знаю для меня порог это 30 тысяч и я не ждал 20 на 30 я считаю, что это нормальная цифра для того, чтобы закупиться и смотреть вдаль и двигаться дальше чуть позже, на следующий год будет другой порог который будет являться нормальной цифрой которая стоит, чтобы купить это как вот сейчас строительство идет я 2-3 года назад делал забор и забор, так как металл стоил намного дешевле обошелся мне, например, там, я не знаю, в 100 рублей да и если бы я сидел, думал кстати, вот вчера столько стоим с моим у меня человек работает мастер делает плитку в моей беседке офигенной беседочке и вот разговариваем он после работы говорит ну все, Эдгар, короче я сегодня все я поехал стоит общаемся и смотрит на мой забор говорит, сколько тут у тебя метров забора и у меня офигенный забор не обычный там профнастил а именно качественный забор грандлайн называется двухсторонний крашенный там все дела но все это из металла и вот он стоял просто ради интереса считал, сколько это будет сейчас стоить и сколько это тогда стоило и он просто офигел от цифр и говорит блин, ну и он у меня тогда еще ремонт тоже делал когда я только все начинал еще забора не было и он говорит да, можешь потом забор поставить что, сейчас вот это сделай я говорю нет, забор надо сразу поставить такие основательные вещи нужно сразу делать не нужно ждать ну, может там цена опустится скидочку может получишь что-нибудь то, в общем у людей всегда такое желание подождать очень долго ждать там, может быть будет дешевле а может быть повезет вот я не такой человек я примерно вычисляю рынок примерно более-менее адекватная цена к какому-либо товару продукции и сейчас это делаю ждать туда-сюда 3 копейки ты рискуешь тем что можешь вообще это не сделать или это будет еще дороже ну, допустим опустится цена ну, проиграю на 3 копейки ну и ладно у меня на месте забор есть все все отлично вот так что я сделал а теперь стоим и он считает и говорит блин, хорошо что ты тогда вот сделал все-таки сейчас бы тебе этот забор с той цифры которая сейчас у нас, да металл как поднялся в цене он бы тебя обошелся уже раз в 10 дороже правильно, говорит ты сделал что все-таки его установил я говорю ну, на тот момент же ты не был согласен что нужно было его ставить да, типа сделай вот это это, это подождет сделаешь там через пару лет правильно? он говорит да, блин хорошо, что ты сделал так вот, ребята в криптовалюте похожая история происходит с людьми есть какая-то более-менее адекватная цифра на сегодняшний день сколько может стоить биткоин и какие-то другие альты вычислять конечно нужно по альткоинам чуть более подробно но с битком там эфир более-менее понятные вещи происходят так что для меня в этом году вот в этот момент 30 тысяч этим летом это нормальная цифра для битка да, он может стоить дешевле может возможно там цифра упадет на сколько-то но это настолько рисковая штука ждать настолько не знаю я не рассчитываю на эту цифру и правильно сделал я просто закупаюсь все так как тем более я еще и в долгосрок вообще без разницы сколько будет это сейчас стоить там 30 20 так как к следующему году мы уже будем разговаривать более-менее нормальная цифра будет 50 возможно или 60 то что такое 30 или 20 туда-сюда там 2 копейки так что многие люди ждали и кстати у меня очень много знакомых также я читаю комментарии ваши на ютубе также закрытые чаты у меня есть где люди пишут что блин ну мы ждали будет 20 многие прям знаете яростные фанаты каких-то инсайдов где говорится о том что биткоин рухнет он будет стоить копейки и мы как раз в этот момент закупим может быть может быть все может быть вот я не отрицаю того что биткоин может и до такой цифры свалиться но я на такие вещи не рассчитываю я более знаете практичный человек лучше я сейчас пойду одну какую-нибудь один кирпич куплю ну пусть он будет чуть дороже но я сейчас этот кирпич поставлю буду жить буду этим пользоваться чем буду сидеть блин 10 лет рассчитывать а будет он дешевле а может быть а может быть в общем это в инвестициях тем более вообще бессмысленная штука так вот все эти люди которые именно так размышляли ждали когда биток рухнет там до 20 они вот в обломе понимаете вот уже все лето лето скоро закончится мне есть список людей которые постоянно пишут ну ты Эдгар блин покупаешь это ты лучше подожди да ты лучше вот сегодня да уже 3 августа скоро заканчивается лето после всегда сезон потом начнется вот лето заканчивается потом начинается подъем это просто в любом случае будет подъем битка каждый раз одно и то же происходит и и когда мне ждать когда что сидеть ждать когда эта крипта свалится вниз да может это никогда не случится я закупился было 29 я закупился было 30 закупился 35 я закупился вот недавно 40 было я все равно закупился но я закупал те монеты которые относительно прошлого года они в цене упали я в любом случае в плюса закупился относительно следующих лет конкретно в плюсах соответственно смысл ждать прям ну как-то не знаю для меня лично это хреновенькая стратегия так что тут вот люди многие ждали до сих пор есть люди ждут я знаю таких у них есть деньги они сидят такие на стрёме ага вот сейчас вот-вот упадет и мы закупимся я говорю ну возможно конечно упадет но когда а если не упадет то что будешь делать будешь бегать и орать ну куплю ладно и вот такие люди как раз всегда попадают в идиотские ситуации они ждут 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 что сейчас будет двадцаточка 15 тысяч биткоин стоит этого не происходит биток начинает лететь вверх курс начинает подниматься их просто начинает жадность съедать также чувство что они тупанули и они начинают закупаться там вот биткоин будет 45 50 60 а то он когда рванет вот когда биткоин рванет и будет стоить 60 70 и 80 люди с ума сойдут просто начнут такими темпами скупать крипту вы даже не представляете все те люди которые ждут когда биток будет стоить 20 они его закупят 80 когда он будет и это уже для меня обычная тема я знаю этих людей именно эту психологию людей они именно так и делают пропускают хороший момент потом биток подлетает их давит жадность и тупизм и они покупают за хрен его знает какую сумму а к тому моменту когда он будет стоить 80 я буду говорить красота я уже все закупил все ништяк вот смотрите ребята я в плюсе и эти люди будут комментировать как откуда ты взял эти деньги а как ты это понял да сейчас нужно наоборот все покупать я говорю нет сейчас не покупать надо можно продать и зафиксировать если кому нужны деньги сейчас ты не понимаешь надо сейчас покупать короче они действуют всегда наоборот почему-то делают все наоборот ну вот у многих людей такая проблема существует и вот тут в этой статье вот об этом чуток как раз таки говорится дальше поехали аналитик биткоин аналитик какой-то сейчас прочитаем какой биткоин готовится к финальной фазе роста я еще миллиардный раз повторю что не нужно быть аналитиком чтобы понимать что биток готовится к финальной фазе роста я про этот рост уже миллион раз повторил я думаю что более-менее логично размышляющий человек поймет в чем суть ну как играет в принципе рынок в любом случае мы сейчас поэтапно к зиме придем хорошим цифрам по крипте это будет в любом случае но перед тем как мы рванем обязательно будем чуть-чуть буксовать потом откат откат газ это знаете как я представляю вот мое представление что происходит допустим с тем же битком да это как взять какую-то спортивную машину и когда вот машины между собой гоняются или просто машина хочет погонять ты садишься в какую-то гоночную тачку или просто посмотрите любое видео где какая-то гоночная тачка начинается видео и что происходит вот это примерно и есть биткоин чувак садится в машину что он делает сел завел включил и рванул да очень редко такое явление вы увидите такое видео в основном что происходит человек приходит подходит к машине представьте что это биткоин или в целом рынок садится в машину кайфует от того что эта машина охеренная что она спортивно может разгоняться там и все такое у нее есть мощные возможности как у биткоина и человек это понимает что есть колоссальные возможности и мы по-любому сейчас полетим блин может быть кто-то кто не понимает что это за машина какие мощности у этой тачки сядет рядом и будет не сможет дать оценку в долгосрок он не понимает что эта машина сейчас разгонится так что он просто сидя вот рядом в кресле обосрется со страху и вот это как раз хомяки вот представьте это ровно то же самое а есть человек который купил эту машину он понимает он садится он оценивает эту машину он знает что сейчас через минут 10 он будет лететь со скоростью я не знаю там блин 500 километров в час например а сосед его дружбан не знает про это но это же не значит что эта машина не может этого сделать просто он не в курсе и все нет знаний они садятся что делает этот чувак чтобы показать тому вот какая классная машина вот сейчас подумайте что он должен сделать что бы вы сделали когда вы сели только вот в машину и сразу рванули нет запускаете машину и делаете вот следующее вот просто я попытаюсь это изобразить может быть это туповато но что есть то есть вот врум 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 и поехали да и полетели нахрен куда нибудь смотрите что он делает он подгазовый да газует отпускает газует отпускает а потом после этого тапок в пол и поехали и уже не отпускает летит но он будет тапок в пол держать всегда пока блин дорога не закончится он не врежется куда-то в какой-то момент наступит период когда ему придется ослабить так сказать хватку да убрать ногу с педали чтобы машина чуть-чуть притормозила потому что мы входим что в поворот одна прямая по всей планете земля такой дороги нету сколько бы ты не ехал обязательно столкнешься с тем что будет какой-то поворот тебе надо притормозить объехать какие-то вот эти крюки сделать вот такие вот верхний сверхний сверхний а потом прямая и опять поехали вот представьте вот эту ситуацию так вот на сегодняшний день лето это вот как раз вот этот момент типа типа поднимаемся сорок чуть-чуть опустили чуть-чуть опустили и вот когда люди пишут вот эти эксперты что мы рванем вверх к финальному росту это уже когда тапок в пол ты летишь и вот сколько он будет лететь примерно зависит как ну от разных там ситуаций разных нюансов сейчас мы вот на этом моменте подгазовки находимся он будет до сорока опускает до сорока опускает и вот эта игра происходит и вот буквально осталось тут я не знаю месяцок два и мы просто рванем уже вверх так что нужно это понимать вот популярный криптовалютный аналитик по псевдонимам Джек Спарроу считает что биткоин находится на грани новой волны роста это будет пятый и заключительный бычий сезон в текущем рыночном цикле ну вот они эти бычьи медвежьи циклы это вот эта подгазовка типа газанул отпустил газанул отпустил и в каждом году есть несколько циклов вот этот процесс происходит в любом случае мы придем к последнему циклу этого года и вот этот цикл как раз уже должен в ближайшее время наступить точно прям знаете вот точно никто не сможет сказать что вот завтра мы рванем в космос нет почему опять-таки сравним вы сидите в машине вот каждого человека посади в машине он чуть-чуть будет вот так вот подгазовывать чтобы кайфануть насладиться вот этим звуком как машина ревет и ну вот в какой момент ты должен поехать если это не какая-то спортивная система где там сейчас один там три два один ноль ты должен ехать а вот момент вы сидите в тачке машина твоя дорога в принципе тоже открыта и ты просто решаешь в какой момент поехать просто ну в какой момент ну в любой момент можно это может произойти вот как только ты насладишься вот этим вот звуком обстановкой все чувак поехали и ты рванул все в любой момент и разные люди примерно по-разному будут это делать вот так вот представьте как работает в мире криптовалюты как раз таки тот же биткоин и другие любые монеты только другие монеты это какие-то другие водители которые все это зависит например что происходит с рынком что делают майнеры какие законодательные всякие системы придумываются и так далее аналитик опирается на предыдущие рыночные циклы 2013 и 2017 годов а также используют волновую теорию Эллиота это метод технического анализа основанный на психологии масс и цикличности рынка согласно теории пятая волна роста обычно самая крупная актив растет значительно выше предыдущих значений затем тренд меняется на обратное учитывая предыдущие рыночные циклы биткоина в текущем цикле мы еще не достигли вершины на графике видно что пятая волна всегда зарождалась на зеленых стрелках а сейчас рынок находится как раз в такой ситуации вот его картиночка можно посмотреть он показывает тринадцатый год показывает семнадцатый год и показывает 2021 год и вот посмотрите примерно одно и то же происходит да вот подгазовка 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 и мы рванули вверх притормозили потом спокойно корректируемся едем в гараж машину поставили в гараж она отдыхает или ее перекупили перегоняют садится другой чувак опять начинает и как рванул смотря какой человек сядет ну и одно и то же в принципе но в целом мы всегда идем вверх с пункта а в пункт б биткоин будет идти в любом случае в гору но вот эти моменты всегда будут происходить вот эти цикличность и вот тут можете посмотреть вот эти циклы вот на одной и той же линии они в тринадцатом году в семнадцатом году вот видите вот мы касаемся да и в двадцать первом году вот мы уже вот этого коснулись момента если смотреть на это сейчас чуть-чуть до сорока раз маленечко откат потом может быть пару раз можем так сделать потом рванем вверх потом чуть-чуть откатимся потом может быть сразу рванем до высоких цифр может по пути будем играть здесь например в тринадцатом году сразу просто тупо рванули вверх здесь один разочек перегазовались там да тут как получится но все я говорю зависит от всяких мелочей как но в целом это будет в любом случае происходить Джек считает что в долгосрочной перспективе курс биткоина может вырасти в десять раз если сейчас мы возьмем что он фиксирует там сорок в десять раз это четыреста тысяч долларов я думаю что мы можем вырасти в долгосрок и больше миллион это уже для меня обычная цифра я думаю что мы до миллиона биткоин у него настолько всего сейчас много в развитии вот в мире блокчейн что если это все будет развиваться и вольется очень много денег капитализация вырастет миллион для биткоина это просто ни о чем вопрос называется он не может стоить меньше того же ляма когда в мире все будет на блокчейн но этот момент мы должны дождаться он по-любому наступит это я понимаю просто это сложно объяснить прям знаете чтобы обычный человек это понял так что лям для битка это вообще не вопрос но за какое время ну тут уже не нужно сидеть и придумывать и играть роль там типа я нострадамусь я ванга сейчас как я предскажу вам ну это тупизм не нужно так делать потому что каждые 5 минут меняются законы погода природа чего только не происходит в мире в целом понятно да что ты можешь сесть в тачку вот дорога и там конец дороги ты можешь машину разогнать на 300 ты садишь и ты это понимаешь у тебя это возможность есть светит солнышко все прекрасно да все это понятно в целом ты понимаешь что ты сейчас туда долетишь доедешь прокатишься будет все по кайфу но может быть так что ты летишь и тут бам выскакивает олень на дороге ситуация кардинально меняется ты улетаешь вбок что-то с тобой происходит а может быть олень не выскочит а может быть погода ухудшится и ты притормозишь и не так быстро доберешься до точки б так что тут как дела пойдут а дела в чем дела это как будет в мире в целом развиваться блокчейн поехали ребята дальше тут еще статейка есть три причины по которым биткоин может взни блин гребаны внезапно взорваться до нового диапазона от 50 до 65 тысяч долларов опять какой-то из аналитиков пишет выделяет три сетевых индикатора я тут пробежался в общем в чем суть этих индикаторов что типа повлияет на это курс у нас якобы свалился на него тоже влияет да многие вещи вы как знаете или не знаете в китае так как продвигается цифровая валюта они достаточно намайнили уже крипты государство уже начинает поджимать обычных смертных майнеров которые там пытаются типа ипшки майнят себе крипту все этот сезон закончился для китайцев и их оттуда выгоняют типа давайте давайте отсюда валите нахрен хватит намайнили государство намайнили и вы уже тут нахер не сдались они все разбежались этот период просто по добыче биток у нас хэширование снизилось там в общем много чего произошло в общем притормозилось вот добыча крипты тормознулась по понятиям там все по психологии все начали пугаться и вот какой-то период когда потом мы смотрим новости что такая такая компания эти переехали в Казахстан эти перенесли свои майнинговые оборудования в американские какие-то долины там куда-то кто куда разбежался запустили движуха пошла и вот эта добыча начала нормализовываться и вот на этот момент негативщина типа майнинг свалился все и народ начали доить деньги просто народ начал крипту сливать это каждое лето что-то типа такого происходит следующее лето давайте я вам предскажу обязательно какой-то апокалипсис в криптовалюте произойдет вот обязательно будет лето примерно такое же время чуть ранее и вы будете кипишовать типа ой там я не знаю но в следующий раз придумывают какую-то еще очередную брехню в какой-то из стран закрывают криптовалюту где-то запрещают что-то правительство чего-то там в общем что-то запретят что-то обязательно плохое будет на этот момент все хомяки будут сливать крипту забздят очканут потеряют потом будет осень потом крипта поднимется я буду вам рассказывать то же самое и каждый год блин одно и то же так что сейчас один из факторов что все разбежались нашли места из Китая майнинговая система опять запустилась добыча выровнялась и вот это показатель того что все начинает опять возвращаться на ту же точку все хорошо и мы сейчас поедем типа дальше вот в июне глаздон сообщила что горняки либо закрыли свои буровые установки соответствующим новым законом либо переместили свои операции за пределы Китая короче вот эта штука все нормализовала вот дальше всплески активности Китов кто не знает Киты это люди организации конторы типы банда мафия рептилоиды я не знаю кто все все у кого много денег в общем эти люди больше закупают битка и холдит в общем не продают они все больше и больше затариваются криптой а именно вот биткоином на прошлой неделе киты качали активно покупать а начали активно покупать добавили бай указов на рост биткоина с 29 1300 долларов до более чем 42 1600 долларов киты обычно представляют собой организации которые хранят более тысячи биткоинов на своих биткоин адресах короче ты кит если у тебя тысячи биткоинов есть на счету и вот они на циферке 29000 которые я говорил ну более-менее нормальная цифра они закупались на этот момент народ одна часть очканули начали все продавать другая часть людей сидели ждали когда все будет 20000 стоить а киты просто в это время закупались ну и я вместе с ними тоже киты обычно так это я зачитал по теме накопление биткоинов среди китов и рыб ускоряет а биткоин растет до 40 тысяч долларов короче это еще один показатель что биток у нас пойдет вверх так как киты у нас нормальненько закупились на 29 там даже момент был чуть ниже и сейчас прежде чем биткоин рванет в космос эти типы захотят еще денег сделать и они будут вот с помощью всяких новостей систем играть с вашей психологией будут чуть-чуть вас пугать вы обосрались продали они еще купили потом чуть-чуть поднимут скажут о мы сейчас достигнем миллиона долларов прям в этом году биткоин столько будет стоить и вы быстренько покупаете опять там за 40 за 50 хоть за сколько потом они опять бу вы опять обосрались опять купили ну и вот так вот они в любом случае мы пойдем к зиме к хорошим цифрам но прежде чем это сделать киты захотят сделать еще больше денег ну и правильно делают это как раз научит хомячков блин более как-то знаете терпеливыми быть Сингапур стал первой страной которая лицензировала цифровые токены для обмена и вот вам пожалуйста еще новые фишки которые появляются это тоже говорит о том что блокчейн начинает распространяться и сейчас в Сингапуре это первая страна лицензировала цифровые токены цифровые токены это будет обычное дело для нашего будущего потому что без токенов короче все будет в токенах в любом случае и вот эта новость то что они цифровые токены вот для обмена на государственном уровне это все сделали это ну как бы сейчас это типа крутая новость в будущем это никакая новость регулирующий орган предоставил принципиальное одобрение независимой резервной бирже в стране 90 финтекс ожидает официального одобрения регулирующих органов Сингапур сделал еще один шаг к укреплению своей позиции после того как регулирование органы услуги цифровых платежных токенов для обмена переводчик конечно дебильный ну в общем дальше мы не будем сильно вчитываться то что мы являемся одной из первых капитовалютных бирж которая была уведомлена масса нашим одобрением лицензирования в принципе является отражением надежности политик процедуру систем управления рисками в общем тут бла-бла-бла-бла-бла сказки и все и все короче суть в том что каждая страна по очереди будет принимать токены на основе государства и это будет обычное дело только вот они первые какие какой будет россия в этом списке я не знаю ну по очереди все государства это сделают вот интересная классная тоже штука пока что конечно все на уровне ну на уровне детского сада пока но это уже закладывается первый кирпичик в будущем огромном замке Binance запускает Dungeons Web ну в общем такое название читайте правильно если хотите вот и это штука на NFT и на Binance Smart Chain это короче игра Binance выпустила свою первую игру Dungeons Web или Dungen Web созданную на смарт цепочке Binance которая будет иметь токены DND и позволит игрокам построить ферму с активами NFT короче это прикольная штука есть уже список игр которые работают на блокчейн основе но всегда как бы является серьезной игрой или чем-то серьезным когда топовая какая-то биржа запускает эту систему например уже достаточно долго была запущена система с NFT маркетом когда вы можете зайти всякие там штучки NFT купить давайте например сейчас я тут открою покажу про что я говорю и это все уже давно было распространено про это уже в принципе люди говорили но вот популярность такая и серьезность эта система приобрела когда тот же Binance запустил marketplace где продает NFT я и до этого знал что это будущее наше но вот когда Binance запустили только после этого люди серьезно отнеслись и сейчас есть много уже игр которые работают на блокчейн основе и применяют там NFT но так как это делает Binance Binance это топовая биржа на планете земля на сегодняшний день даже несмотря на то что пытаются очень много всяких разных стран атаковать эту биржу ну докопаться до биржи но это всегда знаете тот кто является на первом месте лучшим в чем-либо все вопросы всегда главному да типа кто тут главный давай пообщаемся так вот в мире бирж Binance это вожак авторитет и естественно больше внимания к этой бирже больше всяких вопросов со стороны государств тоже к Binance ну и многие люди этого не понимают и думают что Binance закроет все будет максимально хреново это нормально как бы людям только что-нибудь скажи типа бу все обосрались и говорят Binance закроет конечно закроет меня уже знаете сколько людей написало что Эдгар деньги выводим с Binance а то закроют да что делать то будем еще знаете как они сами с собой там пообщаются а мне пишут такое короткое сообщение ну че с Binance то делать вот понимаете вот ты сидишь тебе просто приходит сообщение и это не один человек а много людей так пишут ну че с Binance то делать что-то в таком формате а где типа здорово братан там приветствую здравствуйте я слышал что вышла какая-то какая-то новость что это повлияет на Binance Эдгар стоит ли выводить деньги по той причине что если это повлияет то я не смогу деньги вывести из Binance как ты думаешь стоит выводить или нет примерно так составляется вопрос к любому человеку от одного к другому человеку здесь же люди настолько ленивые что естественно эти люди просто знаете такая смска уже говорит о том что этот человек ни хрена разбираться ни в чем не хочет не собирается ни в чем разбираться он ничего не понимает вот если ему даже лень культурно написать сообщение другому человеку да там здорово как-то ну логичная должна быть логичный вопрос ладно что я как бы вот этот я понимаю что люди хотят меня спросить да я открываю читаю да там ну что делать там выводить Binance или нет если другой такой же человек не понимающий получит такой смс они просто начнут говорить о разных вещах и вообще не поймут кто кому что пишет понимаете вот это это из-за чего люди насмотрятся идиотских новостей в целом не понимают что в мире с криптой происходит дают оценку происходящему только чисто из одной новости почитают вот Binance запретил выводить деньги с биржи я прекрасно вывожу деньги с биржи завожу вывожу никаких проблем нет не вчитываются вообще даже в новость саму не вчитываются какое количество какое дневное ограничение в основном когда что-то запрещают или отказывают на Binance почитайте какие суммы вы просто букашки относительно того какие там проговариваются суммы типа там в сутки запрещается перевести 100 биткоинов теперь можно перевести 99 или 50 биткоинов и вот человек считает запретили переводить биткоины и все он это зафиксировал не стал разбираться что можно было в день 100 битков а это сколько 100 биткоинов умножьте на 50 сколько там сейчас стоит биток 40 тысяч долларов и сегодня можно всего лишь половину вывести в сутки ограничение такое а у него всего тысячу рублей на покупке криптовалюты но у него уже паника что он будет делать что ты будешь делать как тебя вообще эта новость касается запретили там такие суммы так эта новость касается только каких-то крупных игроков и то тем похер даже на это все дело и это все дело временное явление потому что как я сказал бинанс в авторитете а к авторитету все вопросы ну и соответственно они получают вопрос потом исправляют потом говорят ну вот мы сделали все идите нахрен у нас все в порядке что надо следующий вопрос так ты мудак давай задавай вопрос и вот так вот бинанс решает вопросы понимаете вот всегда гвожаку будут вопросы но он принимает вопрос так сейчас это остановим сейчас я разберусь так дружище что там от нас хотят иди разберись что за херня вообще юристы что вы тут сидите блин пинка дайте там этим юристам пусть разберутся следующий вопрос и все юристы разбираются вопрос закрывается все но из этого делают новость обычные люди которые ничего не хотят знать изучать читают новость и в панике от того что они в день не могут перевести 50 биткоинов у вас столько денег есть чтобы 50 биткоинов в день переводить или не переводить какая вам нахрен разница и вот они пишут тебе сообщение что Эдгар делать выводить или нет просто дебильные сообщения непонятно зачем зачем вы лезете вообще в это все дело ну хоть изучайте читайте статью ну хоть изучите блин более подробно так так что вот есть сейчас такая движуха как NFT вот покупайте криптовалюту рублей в считанные минуты на Binance ребята ссылочка в описании можете перейти на Binance и посмотреть так вот у них есть раздел marketplace здесь есть всякие разные NFT кстати вышла новость что оборот NFT продаж достиг там какой-то цифры уже рекордная историческая какая-то цифра это все больше и больше и этот мир marketplace уже есть был но сейчас он появился на Binance и это стало в авторитете стало все серьезно так вот я чуть-чуть ушел в сторону но все-таки теперь Binance запускает свою игру которая будет основываться на Binance Smart Chain на их блокчейне и будет использоваться вот это эти самые NFT токены а токен у них будет называться DND вот игра можно перейти например посмотреть сейчас тут переводчик включу я перешел посмотреть что за игра в будущем все игры будут именно таким образом работать будет подключено все к marketplace NFT разные токены все игры поголовно все перейдут на эту систему вот в любую игру ты играешь все топовые игры придут они уже это подготавливают разрабатывают и по мере возможностей там это все дело внедряется даже танки ты играешь ты по-любому перейдешь на вот именно токенизацию суть заключается в чем в принципе игра не поменяется игра как игра но для нас как для обычных людей это большой плюс это есть хорошо если кто не знает вы сейчас сидите думаете так мои танки мои любимые танки что-то там внедрят с блокчейном не испортите мои танки нет ребята они сделают лучше если внедрят именно токенизацию и на блокчейне будут ваши же танки GTA CSGO Fortnite и весь список топовых игр то это круто потому что теперь ты можешь в CSGO снести бошку какому-нибудь чуваку получить за это какую-то плюшечку в этой игре продать эту плюшку как ты можешь ты будешь подключен к маркетплейсу например к тому же Binance выигрываешь в игре какую-то штучку переводишь ее на Binance продаешь получаешь токены на эти же токены переходишь в танки и в танках покупаешь себе там прокачку в чем-либо в танках что-то выиграл взял продал и ты так можешь вообще деньги вывести себе на кошелек и пойти купить хлеба и молока вот в чем суть будущих игр и вообще всего и вот сейчас на Binance вот эта фишечка как раз добро пожаловать в Dagi Coins в первую ролевую игру DeFi децентрализованная финансы тут вообще все перемешали и DeFi и NFT и токены все что нужно но это любая игра будет именно так сделайте ставку зарабатывайте жетон D&D и D&D динь-динь приготовьтесь к приключениям в подземелье подземелье только подземелье у вас есть полнофункциональная ферма доходности DeFi и пул ставок готовы для вас чтобы вы могли заработать токен короче говоря здесь они впихали прям все что можно чтобы сюда подключиться нужен Metamask я пытался сейчас это конечно сделать водил там смотрел как это все делается и потом думаю ладно попозже пока я если честно не внедрялся но в основном скажу что все такие игры которые сейчас запускаются в основном это ну так себешное говнецо просто типа это не не такие игры как не знаю вот ну мне нравится там Call of Duty допустим включаешь там уже прям с PS играешь там такое управление зомбарей там рубишь там все серьезно да еще недоволен как все это работает хочешь еще лучше качество игры здесь все на уровне даже не Марио как будто Тетрис если знаете что это даже Тетрис круче чем вот эти все тут как будто картинка открылась что-то сделать другая картинка открылась все на уровне идиотизма пока что сделано но это знаете как вот первые шаги они это внедряют потому что пока что я думаю система не способна вот с помощью например вот эти DEFI внедрить NFT всякие токены блокчейн систему все эти движки поменять именно на блокчейн потому что еще ничего такого не разработано они могут только вот внедрять на какие-нибудь такие вот знаете картиночки чего-то все так на примитиве даже тамагочи наверное будет круче чем вот эта игра я там перешел что-то посмотрел вот тренировочное поле подземель подземное логово безумного волшебника я вообще такие такие именно игры не люблю потому что это больше для каких-то задротов ботанов типа один шаг потом перемещаешься прокачиваешься чего-то ну ну и тупейшая херня другое дело зомбарям бошки отрывать ну ну конечно дело вкуса да там кому что нравится но в основном по психологии тем кому нравится там с точки а переместиться туда прокачать что-то при этом никто никуда не ходит просто все вот так вот ровное поле пункт а пункт б как в шашке играет только ты чего-то там прокачиваешь что-то типа происходит в основном такие люди чуть задроты вот ну что есть то есть вот и в жизни они такие примерно ничего с этим не поделать вот это примерно такая игра так как они не подготовлены пока чтобы внедрять это например в ту же колду или кс гоу да на это я думаю время понадобится они пока что вот такие идиотские игры делают но тут уже можно как бы залезть уже начать что-то делать я не знаю тут что конкретно вот тут есть что-то просто давайте пробежимся торговый рынок здесь можно смотрите они внедрили exchange да обменник вот то что вы можете в принципе там любую монету поменять на любую другую монету и вот она система вот это наглядно уже показывает как вообще будет работать будущая игра на будущей игры в каждую игру игру будут внедрять вот эти вот вещи обязательно будет какой-то обменник и он будет возможно там большинство игр еще будут соревноваться с какой они будут биржей работать например вот с кем будет GTA работать с Binance или с Coinbase или там не знаю Bybit там бирж блин 390 штук и вот разный уровень игр разный уровень бирж и вот каждый из них предложат они еще должны между собой как-то договориться вот эти смарт-контракты системы какой токен что да и как но когда они договорятся вы увидите например там скажет ну вот сейчас например в игре там PUBG есть обменник они состыковались например там с биржей Binance и у них будет вот примерно так вот сейчас если смотреть эта игра состыкована с Binance и здесь вот обменник вот реализован вот таким образом да вот какие-то штучки я не знаю вот Binance Smart да вот перекидывает на Binance и показывает как это все дело вот работает и вот игра перекидывает на Binance и то что действительно они между собой вот состыкованы торговый этот фонтан ликвидности есть как вам подошел сельский житель и сказал что если вы добавите свой жетон D&D и экзотическую валюту будь вместо короче BUSD это стейблкоин Binance они видите свою движуху сюда внедряют возможно эту игру даже они разработали или купили эту компанию сделали бассейн алхимика какой-то есть вот добро пожаловать в первую ролевую игру DeFi в сети Binance Smart Chain у нас полноценная ферма доходности в DeFi и пул ставок готовы для вас короче они что делают то что вы заходите на Binance вы можете там купить хранить крипту купить продать застейкать в пуле участвовать вот и все то что существует в мире криптовалюты они просто это внедрят в игры и назовут это каким-то там образом но в принципе вы будете делать ну ровно то же самое что и на самой бирже можно сделать только здесь будут добавлять вот игры получается так что если ты не хочешь сидеть на бирже тебе это скучно там вот заходишь типа на бирже тут все так скучно ну может быть подростки допустим да или люди которую любители там поиграть им ну что тут типа сидишь что-то графики нафиг это надо вот неохота им этим заниматься и он например там с большим удовольствием бы поиграл в какую-нибудь ну не знаю в катку в ксго да там бошки посносил кому-нибудь и еще и заработал бы чего-нибудь вот для таких людей внедрят тот же бинанс только в игру и вы сможете зарабатывать вот подземелье подземелье оружейная палата какая-то вот волшебное оружие рынок мфити вот кстати вот этот самый рынок мфити вы можете сделать ставки торговать своим оборудованием другим скоро будет вот пока еще смотрите нету получается вы играете в игру вам дают какие-то плюшечки картинки одежда аксессуары что угодно это все будет являться мфити и вы можете эту картинку аксессуар допустим вам дают меч меч кого-то я не знаю кто там в этих играх есть и вы этот меч можете выставить на продажу и получить за это дн д и эти дн д обменять на биткоин например ну и в обратку в общем в любую сторону можно это сделать но это у них только видите запустится кузница есть здесь вы можете улучшить свое оборудование скоро будет активация мфити аирдроп это когда на халяву вы получаете всякие плюшечки ну тут нужно разблокировать подключить метамаск аудит это у нас что да и как программирование информация белая бумага но это уже больше для программистов можете зайти ну и для вас тоже только здесь на английском почитать например что за игра как она работает вот здесь например есть вот я думаю вот так вот наверное будет выглядеть игра это как вот раньше вот игры были картинка и как какой-нибудь там стоит вот так вот делает вот это движение сделают такое а ты тут выбираешь способность добавляешь что-то и такой вау я выиграл там чего-то сделал в общем атака делаешь атаку не делаешь атаку у тебя меч добавление кстати с картами похоже такая игра есть если посмотреть такие игры уже существуют и довольно-таки популярные игры ну-ка сейчас я вам даже покажу такую игру сейчас вот так вот если сделаем игры 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 тут очень много всяких разных игр но есть одна игра которая именно под этот формат подходит она примерно так и блин так игры карты ладно короче это как-то она называется карты битва что-ли что-то типа такого битва ты там выбираешь какую-то карту атакуешь другая карта там что-то атакует ладно фиг бы с ней и вот эта игра примерно такая же короче история и вот я зашел вот это dnd стоит сейчас 2,56 долларов курс сейчас снижен и они работают вот с этими вот кошельками pancakes web и dodo вот такая штука и давайте последнюю наверное новость я вам зачитаю сегодня эту новость прям везде раскидывают суд обязал сбербанк разблокировать счета криптовалютного трейдера и можете почитать сами посмотреть вот суть подчеркнул что хотя торговли криптовалютами не регулируется в россии запретов на эту деятельность нет год назад сбербанк заблокировал счета жителя ревды который занимался продажей биткоинов за подозрительные операции свердловский областной суд обязал банк разблокировать счета короче человек выводил но зарабатывал на крипте выводил на сбер его заблочили после этого он обратился в суд ему отказали он потом подал апелляцию с вердловской области и его повторно признали правым при этом судебная коллегия по гражданским делам согласилась с тем что у сбербанка были основания для блокировки счетов однако после предоставления клиентам объяснений необходимых документов банк должен был снять блокировку и вернуть доступ к дистанционному банковскому обслуживанию а вот компенсация морального вреда павлу добиться не удалось суд счел что клиент использовал банковские считания для тех целей которые защитены законом ну короче понятно тут и вроде как банк может выпендриться и при этом ничего сделать пока с этим не может вот вам отличная ситуация ребята многие спрашивали ну что тебе сделают какой налог и все такое вы на официальной бирже зарабатываете деньги официально выводите деньги вы эти деньги заработали с чего вдруг это что-то не так понятное дело что мы в России и здесь максимально хотят создать препятствия во всем но вот человеку создали препятствие он просто подал в суд и разблокировали он дальше работает если один раз эта штука сработала по этому примеру я думаю что многие могут дальше работать в дальнейшем я думаю такой проблемы не будет пока что вот крипта у нас встает на ноги распространяется по всему миру будут появляться вот такие загвоздки подставы со стороны вот государства но этот этап закончится и мы придем к тому что и государство примет крипту выпустит цифровые деньги законопроекты будут будет налоговая база как это все будет работать и это станет частью нашей жизни и будет все прекрасно но когда что-то новое строится многие люди паникеры кто-то очканавты государство хочет там успеть заработать киты тоже хотят заработать и вот кто как в этом всем пытается выкрутиться тут самое главное ребята что чтобы вы поставили себе цель понять что такое блокчейн так как это будущее наше будущее это не ммм компания это не пирамиды это не то что разрушится это вообще не связано сейчас есть было и будет очень много разных компаний которые ну лохотроны так сказать хайпы это ммм пирамиды там сегодня они есть завтра нет но криптовалюта никак с этим не связано цифровые деньги тоже с этим не связаны цифровые деньги это будут государственные центральные деньги криптовалюта это децентрализованные деньги они в целом в мире будут и все это будет основываться на одной единой системе под названием блокчейн и будет распространяться хотите этого вы или не хотите если вы поставите себе цель понять что такое блокчейн двигаться в этом направлении то вы не будете попадать в идиотские ситуации вы не пойдете и не зайдете не положите свои деньги в непонятную какую-то платформу пока это все дело будет устанавливаться пока в мире блокчейн развивается по ходу дела и развиваются ну как бы не дремлят и мошенники они тоже будут придумывать псевдо биткоины псевдо биржи фейковые всякие монеты непонятные разные компании и сам блокчейн не виноват в том что люди не хотят изучать попадаются на удочку тех кто придумывает всякие фейковые биткоины разочаровываются в криптовалюте и потом сравнивают и в своей голове делают так типа вот на одной полочке биткоин на другой полочке мошенники ну вообще нельзя так делать биткоин это будущее какие-то непонятные сайты со своими там псевдомонетами это сегодня есть завтра нет не нужно разочаровываться в криптовалюте если вы просто тупо столкнулись с какими-то непонятными криптовалютами сама криптовалюта настоящая не виновата в том что вы не хотите изучать вопрос что вам предложил сосед рассказал а да классно какую-то чепуху вам предлагают и говорят вот это криптовалюта может он сам ничего не понимает все и вы вдвоем ходите и вы вложились в криптовалюту а вложились вы просто в кошелек третьего соседа он придумал эту ерунду и это вообще с криптовалютой не связано но никто из вас не подумал изучить что это такое как это на какой платформе эта штука есть биткоин ли это вообще какая-то крипта где ее хранить как ее купить как различить фейк и не фейк ну и так далее много есть вопросов так что поставьте себе цель идите в сторону блокчейн потому что это будущее детям своим объясняете это все это будущие профессии люди этим будут жить это скоро внедрится и даже не поймете как это произойдет если сейчас это будете делать то соответственно вы успеете заработать еще дополнительно кого интересует эта сфера инвестирования я сделал курсы в которых рассказываю как купить криптовалюту завести вывести какие кошельки какие биржи как под процент положить где это нужно все дело купить и много много всяких мелких нюансов ты что-то делаешь так хочу перевести там с бинанса на холодный кошелек штуку бина штуку холодный кошелек почему переводить потом когда поймешь обязательно там а как переводить а когда переводишь что там нужно делать а как это нужно делать а какой срок когда придут деньги почему они придут или не придут ну и так далее мир двигается системы меняются поэтому если вы это изучаете хотя бы какой-то минимум то в ближайшем будущем вас не смогут развести когда вам будут предлагать что-либо ты уже просто в теме тебе говорят слушай вот там классная штука типа отличная тема давай туда заходи вот мы тебе предлагаем кошелек а ты говоришь а кошелек лучше вот этот а у меня там уже есть крипта а у вас система подключена к этому кошельку если авторитетный кошелек и он работает с этой компанией вероятность что то что тебе предлагают более-менее нормальная штука ты говоришь у меня есть такой кошелек а ваша контора работает с ним ты уверен в этом кошельке ты знаешь какой хороший они говорят нет это не работает ну мы там это ну тогда идите куда подальше со своими предложениями вот состыкуйте с этим я буду с вами общаться и вы можете таким образом когда вы понимаете что есть в мире основная система например где официальная биржа где официальные кошельки ну все что должно быть официальным и потом когда вам предлагают неофициальные вещи фейковые мошенники вы просто говорите ну вот у меня этот список вы этот список уже просто знаете и видите что это не состыковка с тем что они предлагают значит гонят врут там не работает это все дело это подстава вы уже четко отдаете себе отчет что вам предлагают и можете сказать до свидания если этого не знаете вам что угодно предложат там будет будут говорить что а там знаете ли вы только в рубль а потом вам миллиард ну и попадете в не очень хорошую ситуацию поэтому у меня есть ребята мои курсы в которых я это все рассказываю это делаю максимально просто и понятно под любым видео заходите в описании прикреплены комментарии тут есть ссылочки на биржи с которыми я работаю официальные биржи чтобы вы не попали на какие-то фейковые потом список этих курсов на разную тематику но если ты первый раз я тебе советую сразу купить все курсы разом и при этом это со скидкой сделать вы просто переходите по этой ссылке вводите здесь 30 получаете 30 процентов скидку и получаете весь этот список курсов в каждом из этих курсов по 10 15 20 уроков и вы поэтапно изучает достаточно быстро можете для себя открыть кошельки купить крипту положить в долгосрок и под проценты все вы владелец криптовалюты вы в это внедритесь и потихонечку для вас это станет обычным делом ничего страшного это вас не будет пугать вы наоборот внедритесь вам это понравится я гарантирую если вы внедритесь в криптовалюту вам это очень понравится вы просто поменяете свое мышление может жизнь даже у вас по-другому поменяется потому что люди которые воспринимают это как что-то чужеродное что это такое нафиг мне это надо живут в каком-то другом мире если честно в отсталом мире а когда внедряются то открывают себе новые вещи понятия инвестирования что не обязательно надо только впахивать а можно и инвестировать получать проценты и много чего еще и потом поэтапно поэтапно вы меняетесь и в характере и подходу к жизни и будете у вас будет такая штука у меня это происходило у многих людей кого я знаю кто внедряется что блин а что я это не делал что я там застрял только в одном и том же так блин столько тут всего а тут можно вот так а вот так и я вот знаю это чувство я это все прошел успокоился и это обычное дело уже для меня а когда новички в это внедряются они-то впервые с этим встречаются и вот с таким человеком когда разговариваешь он внедрился осознал насколько это интересная штука и сколько там всего можно изучить и заработать и вот эти эмоции когда он стоит с тобой рядом и тебе и пытается тебе это рассказать когда ты ему это подсказал слушай а вот а ты знаешь а можно вот так я говорю да-да знаю конечно знаю там так 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 и вот так да вот а вот это знаешь я говорю да я эти вещи знаю вот ты изучи сначала потом придешь совсем к чему-то новому и мы с тобой еще поговорим и вот этим людям сразу хочется с кем-то поговорить об этом как-то это изучить и получается маленькая такая тупиковая ситуация что в основном люди в этом мире не участвуют и вот когда один изучит приходит себе на работу в коллектив как мне рассказывает один мой тоже знакомый приходит в коллектив он это изучил понял осознал что это классно круто и он уже в этом зарабатывает рассказывает у себя там на работе про это дело и на него смотрят как на придурка просто он говорит сижу и вроде с людьми ругаться неохота и вроде неохота им хочется чтобы они могли тоже заработать ну как бы это коллеги много лет работают там у них тоже есть возможность такая да внедриться ну про это рассказываешь и они считают тебя идиотом смотрят на тебя как на больного цифра какой-то биткоин они там ржут но иногда это то ну типа какие-то люди начинают интересоваться говоришь ну вот поговорить типа не с кем и вот очень частое явление люди изучат крипту внедрятся осознают поймут что это будущее хотят с кем-то про это поговорить но это нормальное явление для человека когда ты бизнес делаешь мышление раскрывается да расширяется и ты хочешь это обговорить уточнить может кто-то что подскажет ты что-то предложишь да это же разные стратегии столько всего есть а поговорить не с кем людям вот они хотят с кем-то это обсудить а новичку вообще хочется это постоянно только про это говорить вложил там денег ну блин как про это не говорить у тебя деньги работают там ну очень мало людей в это внедрено и получается так что ты вложил поворачиваешься так слушай вот знаешь вот тебе говорят давай не надо все-таки биткоины шмидкоины вон кино новое вышло идиоты в кинотеатрах и все и он поворачивается в другую сторону слышали да вот такая фигня вот смотри вот я хотел бы вот так вложить что давай не грузи нас этой херней вообще давай работу работай и все и человек просто в гребаном обломе в основном это приводит к чему что человек если раскачается в этом направлении он начинает двигаться и вообще новые вещи делает уходит возможно сработает внедряется в эту всю в этот криптомир и начинает двигаться вообще в другом направлении всегда приводит только к тому что он все больше зарабатывает а те люди просто ну типа как так что и потом когда ты заработаешь у тебя уже другой уровень те люди кто угорал прикалывался типа им было смешно им встает уже не смешно и они начинают интересоваться что да и как и вот тогда уже ты начинаешь это все рассказывать это происходит в принципе с каждым человеком который первый раз внедрился в крипту и проходит этот путь я тоже это все дело проходил это это было и с ютубом когда ютуб зародился тоже никто не понимал я это внедрился в это дело ни люди ни родственники даже родители что за ютуб зачем это надо что ты на всю страну что-то рассказываешь а тебе не стыдно это говорить ты ж не телеведущий что ты ты ж в институте не учился на телеведущего сейчас смешно уже просто кому не лень на ютубе уже что это ну просто ради прикола ради заработка любые компании которые хотят развиваться также обязательно через ютуб рекламируются никому уже не смешно все те кто смеялись там все знакомые родственники те же родители из ютуба не вылазят постоянно там что-то смотрят изучают ютуб это уже как часть жизни современного человека никто не будет смеяться над тем что скажешь вот я на ютубе у меня канал а раньше когда только начиналось когда такую штуку скажешь да ты что все будут на тебя смотреть ну и все короче вот это сейчас никого это не волнует это нормально и на данный момент новая фишка это криптовалюта блокчейн тоже говоришь многие люди удивляются не понимают и все такое но потихонечку все идет к тому что тоже станет частью нашей жизни и потом все те кто не понимали угорали над этим шутили отказывались жизнь приводит их к тому что у каждого будет крипто кошелек у каждого будет крипта только вот когда запоздало попадаешь в какую-либо систему ты настолько много не заработаешь как бы на первом этапе когда ты заходишь на тот же ютуб в самом начале легче было развиваться сейчас все усложняется и все сложнее и сложнее попасть на ютуб и на нем зарабатывать также в криптовалюту сейчас легко в нее зайти а будет идти все к усложнению сложнее 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 и потом просто будут отсеивать так что если сейчас внедритесь во все это дело сейчас вот пока что этап когда ржут над этим типа биткоин и че инвестор да че там как называется трейдер трейдер да трейдер да типа трейдер че там прям портфель есть да портфель прям в портфеле носишь свои криптовалюты типа ха-ха-ха и вот так вот такие люди есть прикиньте это с ютубом такая же херня была тюп прям блогер да а теперь бегают блин пожалуйста ну вот как вот как так сделать чтобы подписчики прибавились а то у меня там сто не могу набрать уже сто лет ну вот как так пять минут назад как идиот себя вел тебе говорили что это серьезная будущая штука че ты ржал блин олень сейчас такая же фигня с криптой это наше будущее говоришь смешно блин ни хера не смешно я уже в этом зарабатываю это уже просто не смешно это деньги вот я с вами разговариваю а тут вот движуха идет больше меньше больше меньше но но если мы возьмем за месяц 6 тысяч долларов если мы возьмем за все время я ребята в плюсах на 23 тысячи долларов вот а вы можете конечно продолжать ржать вот ну типа так кому это надо биткоины хи-хи да ха-ха так что если вы не хотите быть в этой идиотской категории то учитесь можете в интернете учиться добро пожаловать там бездонное количество информации но когда вот в этом просторе ходишь бродишь от этого всего устаешь и в итоге ни к чему не приходишь проверено блин уже много раз если вы берете концентрированную информацию вот четко вот это вот это вот это самое нужно но для этого нужно чтобы информация была на чьем-то опыте у меня есть опыт в этом я составил эти курсы и мои знания оценил в такую-то вот сумму все вы получаете эту информацию изучаете и двигаетесь развиваетесь помаленьку потихоньку потом скажете позже спасибо все на этом все ссылочки в описании увидимся в бесконечности да пребудет с нами гребаный блокчейн я и и Продолжение следует...